По словам российского военного эксперта Олега Кузнецова, истерическая реакция армянской стороны на Азербайджано-турецкие военные учения понятна. Эти учения прекрасный информационный повод, чтобы просить у Кремля новое оружие для реанимации разгромленной осенью прошлого года армянской армии, которая в своем нынешнем состоянии вряд ли может оказать серьезное сопротивление тем силам, которые участвуют в учениях. Но в Москве прекрасно понимают реальную перспективу данного шага. Если сейчас вооружить заново Армению, то очень велика вероятность того, что все вновь поставленное оружие в случае возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном в качестве трофеев окажется опять в руках азербайджанской армии. Вооружать Азербайджан по такой схеме и бесплатно в России точно никто не станет. Чтобы это вооружение могло быть использовано Армении грамотно и эффективно, в дополнение к нему придется поставить армейскую бригаду, целиком состоящую из офицеров, прапорщиков и контрактников с армянскими фамилиями. Поэтому Москва на эту тему упорно отмалчивается. Чем активно пользуется проплаченная армянской диаспорой российская пресса, раздувающая инсинуации по этому поводу, пояснил Олег Кузнецов.